Мы начинаем делать новую куклу. И, конечно, все начинается с чего? Все начинается с эскиза. Берем ручку и примерно накидываем образ будущей куклы, которую мы хотим получить в итоге. Знаете, я вдруг захотела сделать хрюшку. Хрюшка должна быть очень смешная, очень прикольная. Это должен быть... Итак, мы нарисовали небольшой эскиз. И теперь будем переходить к созданию самой тушки фигуры, на которую потом будем наносить слои полимерной глины. Саму тушку я создаю, особенно когда сам персонаж достаточно низкого роста и приземленный, и это не человеческая фигура будет. Даже если и человеческая, но такая сидячая, полудержачая, я создаю полностью внутрянку из фольги. То есть, соответственно, она должна быть у нас очень такая приземленная и устойчивая, самое главное. Вот у нас уже выросли небольшие ножки или рожки. Вот, голова примерно уже какой-то контур фигуры прорисовывается. То есть, в принципе, эту фигурку можно назвать основой нашей будущей куклы. Она невысокая. У меня, как бы, есть небольшое ограничение в запекании, потому что у меня моя печка небольшая. То есть, это вот такое пространство для запекания. Готовая тушка. Приступаем к работе с полимерной глиной. Что из себя представляет полимерка? В принципе, это тот же пластилин, только более пластичный, который потом запекается и превращается в твердый пластик. Полимерная глина. Вот так вот выглядит. Ее можно купить на любых сайтах, которые продают полимерку. Основные технологии работы с полимерной глиной. Нам нужен инструмент. Помимо наших двух милых ручек, нам нужен еще инструмент, который мы будем вылепливать детали. Такой инструмент у меня один. Я пользуюсь только вот этим. Больше я ничем не пользуюсь. Он мне очень нравится. Он мне нравится тем, что он... Им можно делать все, что угодно. То есть, есть круглая такая штучка и вот такая. Еще. Очень большая тонкость работы с полимерной глиной. Она очень любит себя убирать все пылинки, соринки, мелкие волоски. Вот. И от всего этого надо избавляться. Промыв свое рабочее место перед тем, как вы будете работать. Плюс обязательно сделав какую-то подстилку. Чтобы все равно то, что вот находится на столе, особенно таком загваженным и загаженным, как мой. Обязательно это все останется на полимерной глине. Инструмент, руки. Периодически мыть. Просто сбегал в ванную, помыл руки. Ну, кто-то, может быть, на кухню сбегал, помыл руки. Кто-то там, не знаю, в тазике их моет. Вот. Помыл, прибежал, опять дальше работать. То есть, периодически, особенно летом, потому что лето, жарко, все потеет. И, ну, соответственно, все это липнет к рукам. Вот. Я такую ужасную картину сейчас описала. На самом деле это так и есть. Итак. Чем же мы займемся в следующие полдня? В следующие полдня, я думаю, даже иногда больше, потому что на это уходит очень много времени. Это самый долговременный, самый мутный процесс. Это вот именно вылепление из полимерки. Можно работать небольшими кусочками. И накладываем сверху на нашу фигурку. То есть, грубо говоря, маленькими кусочками по этапу мы сверху налепли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие маленькие глазки у нас поджарились. И мы можем эти глазки... Ох, они такие еще тепленькие. То есть, я скатала из белой глины два глазка. Глазка таких маленьких. Вот из белой глины. И уже застывшие глазки мы будем ставим на то место, где должны быть глазки. Их уже будет намного удобнее с ними работать, потому что они твердые. Удобнее, чем когда мелкие. Вот делище. У меня на экране есть изображение разных смешных крюшек. Я смотрю, то есть, как у них располагается пятачок. Как у них вообще все происходит с личиками. Ну, одновременно. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребятишки. Продолжаем наш свинарник. Вот такой свинарник у нас получился. Вот такой милый, замечательный свинарник. Мы сделали голову у хрюшки. И мы в следующем видео будем ее раскрашивать. Она будет действительно самая клевая хрюшка на земле. А теперь мы сделаем одну очень плохую вещь. Мы возьмем нашу хрюшку и засунем ее в спичку. Нет, это будет не шашок. Это будет просто запеченная хрюшка. Хрюшка в спичку не хочет. Главное, чтобы свининка не подгорела. Хрюшка в спичку не хочет. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...